Да, здравствуйте, мне Артём зовут, мне 33 года, употребляю я алкоголь и наркотики, но алкоголь где-то, наверное, 13 лет, наркотики лет 10. Это марихуана и амфетамин. Ну, употреблять первое то, что я начал, это алкоголь. Всё начиналось, конечно, с пива. Первый раз я водку попробовал, это я в 11 классе учился. Ну, потом пошло, поехало по накатной, то есть не прекращал употреблять, употребление было постоянное. Марихуану я попробовал покурить где-то лет, наверное, 20 не было. И вот сейчас мне 33 года и 13 лет без передыха постоянно курил, но в последнее время очень долго. Амфетамин, ну, последние лет 5-7 я, наверное, употребляю. Ну, конечно, не так часто, как алкоголь и марихуану, вот. Ну, считаю себя алкоголиком и наркоманом полностью. Но вред обупотребления какой вред? Вред в первую очередь это одиночество. То есть мне вот 33 года, у меня до сих пор нет ещё семьи, ни детей. По психосфере, ну, очень сильный вред нанёс мне алкоголь и наркотики. Я и в психиатрической больнице лежал, было у меня дело. Были нервные срывы очень жёсткие. И последний вот нервный срыв, который я не помню, после которого меня уже и привезли в реабилитационный центр. Это уже со слов мне мама потом рассказывала. То, что я там приехал домой, сбежал с детокса, бегал вокруг дома, орал на всех, кидался на людей. То есть, ну, уже вот до этого доходило, было полное безумие, в котором я просто не отвечал за свои поступки. И ещё вред, ну, были очень жёсткие депрессивные состояния, в которых я всегда был один. То есть, я их никогда не проговаривал. Всегда в одиночестве варился в этих состояниях. Были мысли суицида несколько раз. То есть, бывало, выходил на балкон и думал, прыгать, не прыгать. Было такое, очень жёстко, врагу не пожелаешь. Но как-то Бог меня отводил от этого всего. То есть, опять уходил в себя, потом это опять всё проходило, потом опять всё появлялось. То есть, как-то всё по кругу шло. Ну, вред, самый жёсткий вред, это, конечно, одиночество. То есть, я был один на один с собой, со своей этой проблемой. И, в принципе, не осознавал её. Вот только здесь уже, когда оказался в революционном центре, я только здесь понял и осознал то, что я алкоголик и наркоман. До этого я считал то, что у меня всё хорошо. В принципе, ну, так и должно быть. То есть, не было никаких приоритетов, не было никакого застремления к карьерному росту, к семье, ещё что-нибудь. То есть, просто, как сказать, заливание и закуривание всех проблем. То есть, не решал их, а запивал, закуривал и валялся на кровати. Зависимый у меня папа алкоголик. Вот. Но сейчас он не пьёт. Я вот с ним когда встречался. Ну, я рос, он меня вообще не воспитывал. Когда я в первый класс пошёл, он всё, развёлся с мамой. Не участвовал вообще в моём воспитании. Но я сам его нашёл через одноклассников. Мы с ним встретились. Вот. Сейчас он не употребляет, потому что, ну, там, у него проблемы со здоровьем. А так, да, он алкоголик и наркоман. Но он вот до сих пор траву курит. Даже вместе с ним курили, когда встречались. Ну, конечно же, хорошее настроение мне давали наркотики. Скрашивание и одиночество. То есть, ну, как бы постоянно вот едешь, когда с работы. Я, ну, всегда один жил. Снимал квартиру, ездишь с работы. И первым делом мысль о том, что, ну, я сейчас приеду, пыхну, там, пивка попью и всё, и нормально. То есть, всё, приходил, делал это и всё, и забывался. И вроде бы всё нормально. Вот. Что ещё давали? Хороший секс, конечно, амфетамин мне давал с подругой. Веселье, праздник какой-то. Но в последнее время уже употребление доходило до такой степени, то, что употребляя наркотик, то есть, покурив, мнительность, она даже бывала и больше, то есть, и страх был больше. То есть, уже вот до этого доходило. То, что наркотик не спасал, а наоборот уже усугублял психическое состояние. Да, система очень быстро появилась. Я как попробовал, и всё. Я просто, ну, не родился, жил в деревне, то есть, там, все пили. Ну, реально все пили. Вот. Вот, и попробовал. Мне-то, конечно, сначала это не понравилось. Но окружение, оно всё-таки дало о себе знать. То есть, ну, нельзя быть одному. И в итоге пошло-поехало это употребление, там, очень быстро. На дудку я очень быстро подстел, потому что я её попробовал первый раз. Мне очень это понравилось. И не прекращал её курить. Очень много денег, на самом деле, вот уходило на дудку. В основном, да, на дудку. И факт в том, то, что вот чем больше я получал зарплаты, она, ну, росла как-то постепенно, зарплата. Был какой-то всё-таки карьерный рост на работе. И тем больше было её употребление. Ну, я проработал, ну, мой первый опыт работы по трудовой книжке. Я работал официантом в ресторане, потом стал администратором. Год проработал и пошёл работать в банк курьером. Проработав полгода курьером, мне предложили должность специалиста административно-хозяйственного управления. Вот. И я в этой должности проработал в банковской сфере 8 лет. И вот эти 8 лет я работал, и я уже тогда употреблял. То есть, и курил, и пил. И, в принципе, были возможности карьерно вырасти. То есть, всё было для этого. Самое главное, чтобы было желание. Но желаний у меня не было. Я вот как плыл вот по течению, так и плыл. Вот хватало денег на употребление там и на ещё что-то. И больше, в принципе, ничего не надо. Были какие-то, ну, страхи. То есть, ну, это не моё, да мне это нафиг не надо. Вот сейчас только это понимаю, то, что на самом деле многое упустил. Ну, не жалею об этом. Вот, что было, то прошло. Будущее впереди. Вот. После банка, как раз вот я загремел в дурку. У меня был жёсткий, ну, жёстко я себя чувствовал. У меня было такое, то, что я вышел из дома, и мне показалось, что меня хотят армяне убить. Вот такую фигню погнал. Вот. И я побежал в церковь. Вот. Начал кланяться мощам Святого Сергия, бегать вокруг там. Короче, жесть вообще была. Туда приехали, меня забрали, отвезли в дурку. Двое недели я отлежал. И приехал на работу, ну, соответственно, начальник говорит, ну, извини, конечно, Артём, после такого надо уволиться. И всё, и меня уволили из банка. Потом по знакомству я устроился, там, руководителем службы клининга. Проработал там 9 месяцев. Потом жёсткий перелом руки в двух местах. И пришлось уволиться с работы. То есть, тоже там была у меня реабилитация. На 7-8 месяцев вообще вылетел из-за обоймы. Вот. И после этого проработал я чуть-чуть риелтором. Понял то, что, ну, риелторам, ну, нужно терпение и нужны деньги, чтобы поначалу начинать риелтором. А мне уже нужны были деньги, потому что, ну, нужен был оклад. И вот год я проработал торговым представителем. Вот. Сигареты, энергетические напитки продавал. И вот произошёл, произошла, ну, просто крыша поехала, на самом деле. В последнее время очень часто курил и на работе курил. Вообще просто пофиг на всех забил. И крыша подтекла. И в итоге я оказался в революционном центре. Спасибо маме, что позвонил и меня сюда привезли. Вот. Ходили там всяким психологам, психотерапевтам. Но вот это нифига не помогало. И я даже не знал то, что есть такие революционные центры. Есть вообще, существуют именно вот такие вот учреждения, которые борются с нарко- и алкозависимыми, нарко- и алкозависимостью. Нет, ничего не было. Вот только попав сюда на реабилитацию, узнал то, что есть такое. Слава богу, что есть. Ну, боль, конечно, в первую же очередь. Боль, досаду, волнение. Ну, негативные чувства. Я доводил до слез всех своих родственников. Там маму, бабушку, дедушку. Переживали, ну, все за меня. Сейчас, вот, сейчас наоборот. Общаюсь с мамой первым. Ну, никогда не слышал ее такой радостной. Ну, потому что, ну, если и у меня все хорошо, соответственно, и у моих родителей, родственников тоже все хорошо. Ну, первое впечатление, ну, я попал, конечно, в таком зъерошенном состоянии. Я первые три дня очень смутно помню. Ну, первое мое впечатление было, что это секта какая-то. Но потом, уже где-то дня через три меня подотпустило. Я помню, сидел в групповой и как раз читал «12 шагов». Ну, я как человек, ну, верующий очень. Ну, у меня нет какой-то определенной там религии. Я просто верю, вот у меня есть своя вера. И все. И я как-то понял, ну, то, что, ну, мне это нужно. Ну, меня приняли с теплотой, с добротой. Относились ко мне очень дружно, очень тепло. И именно в центре я понял то, что, ну, я не один такой. То есть вот такая проблема, которая есть у меня, проблема наркомании. А проблема наркомании и алкоголизма – это проблема одиночества в первую очередь. Вот. То, что я не один, много таких людей. Вот. И как-то принял программу и пошел вперед. Вот сейчас у меня уже какой. Все, у меня сейчас уже реабилитация скоро заканчивается. Все как-то прошло очень быстро. Ну, вот сейчас буду выходить на ресоциализацию. То есть дальше пойду. Реабилитация далась мне, не сказать, что сложно мне было. Реабилитация далась мне, наоборот, как-то даже радостно и легко, потому что я ее сразу принял. Потому что, ну, я сразу же, там, первая, вторая и вторая неделя пошла. То есть я признал здесь, слава богу, то, что я алкоголик и наркоман. И именно признав это для себя и проговаривая это всем другим людям, рассказывая им свои проблемы, ну, реабилитация у меня очень хорошо прошла. И я раньше думал, то, что, ну, вот побуду я на реабилитации и все, и выйду в социум. Сейчас, нет, я иду еще дальше на ресоциализацию, потому что понимаю, то, что в социум сразу выходить, это очень опасно. Тем более я очень такой сверхчувствительный. Ну, наркоманы, алкоголики, они все такие. Вот, и мне нужно постепенно. Вот, так что остаюсь в программе, иду вперед. Распорядок дня, ну, распорядок дня меня полностью устраивает, потому что пол, ну, мы, я всегда здесь занят, то есть всегда нахожусь в пределе. Нет такого, то, что, ну, я лежал и говорил, мне скучно, мне тут нечего делать. Ну, мне бы не, мне что, мне не хватает распорядки дня? Ну, честно, если сказать, вот после обеда какой-нибудь тихий час, там, на полчаса, просто, ну, на полный желудок взять, прилечь, полчаса, там, например, поспать. Вот, а так, в принципе, вообще все устраивает. Ну, конечно, возникает желание от этого не спрятаться, не скрыться. По сигаретам у меня вот первые четыре месяца жестко оно было. Пропало на какое-то время, сейчас опять проявляется. Желание выпить тоже бывает, желание понюхать тоже бывает. Как я с этим справляюсь? Ну, во-первых, реабилитация мне в этом помогает, потому что, ну, закрытое, это очень хорошо, то, что закрытое, то, что как-то, ну, то, что я огражден от этого всего, от внешней среды. И как я с этим справляюсь? Ну, проговариваю с кем-нибудь из друзей и вспоминаю дно свое, до чего вот я, до чего оно меня докатило, мое употребление. Вот, также есть какие-то, ну, цели маленькие, вспоминая эти цели, то, что поставил, иду сейчас к ним потихоньку. И понимаю то, что если там выпью или покурю, то можно опять все понакатанно и пойдет вниз. Ну, сложно на самом деле, сложно. Именно поэтому и остаюсь, то, что, ну, шесть месяцев это еще вот только-только. Ну, цель у меня сейчас это пройти ресоциализацию. Я поставил себе цель, то есть быть в программе год, то есть полный сезон. Это зима, лето, весна, осень находиться в программе. Соответственно, вот у меня сейчас полгода реабилитации, полгода ресоциализации. То есть постепенный такой выход в социум. Вот, а там, ну, далеко не заглядываю. Сейчас вот настроен только на это. Ну, конечно же, активное участие в жизни группы, помощь ближнему, делиться опытом с другими реабилитантами, коллегами, алкоголиками, наркоманами, как я там борюсь со своей зависимостью, что я делал. Ну, вот как-то так. Ну, как рекомендация могу сказать то, что я только в реабилитационном центре осознал то, что я алкоголик и наркоман. Мама мне до этого говорила, там что-то предлагала. Я говорю, да нет, что, мам, мне ничего не нужно. Все у меня хорошо. Ну, одному очень сложно справиться с этой проблемой. И как рекомендация это либо реабилитационный центр, либо группы таких же алкоголиков и наркоманов, которые делятся своим опытом, как они борются с этой проблемой, дают свое добро, тепло. То есть, ну, и помощь ближнему. Помощь ближнему. Нужно помогать, отдавать что-то. Потому что отдавая, я приобретаю в первую очередь. Вот. Ну, в одиночку не справиться я это точно по себе могу сказать. Одиночество у меня только вот оно вниз. Самое главное, ну, признаться то, что алкоголик и наркоман, и тебе нужна помощь. Признать свое бессилие. Я вот признал свое бессилие, что я бессилен перед этой болезнью. И именно здесь, в реабилитационном центре, ну, я учусь жить со своей зависимостью, с этой болезнью. Понял то, что она неизлечима, и здесь вот получаю азы, навыки того, то, что как с этим жить. Вот. Как-то так. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.